Не может быть же, что на мой дом 7 миллионов пошло. Благоустройство своего двора жильцы этой многоэтажки ждали больше 30 лет. Однако долгожданный ремонт принес людям только разочарование. Ни ирригационной системы, ни тротуаров люди от подрядчиков так и не дождались. А качество асфальтового покрытия не выдерживает никакой критики, говорят жильцы. Асфальт положили недоброкачественно. Вот у нас может подняться зимой, разрушиться. Стек не сделали нормально воды, потому что у нас оно стекает оттуда, оно стекает прямо туда. Оно будет застраиваться. Дорожку нам не сделали. Они должны по лимиту были сделать дорожку. Я просила как домком, но они не сделали. Мусор за собой не убрали. Как попало, все сделали. Из городской казны на ремонт и благоустройство двора и многоэтажки выделено 13 миллионов 418 тысяч тенге. Деньги немалые. Вот только подрядная организация ТО «Омар Ширхан» распорядилась ими совсем не по-хозяйски. Это признают и в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. По данной жалобе жильцов мы создали специальную комиссию. Качество асфальтового покрытия сейчас проверяют в экспертном центре. В случае недоработок, согласно гарантийному письму, некачественное покрытие восстановят в течение двух лет. Как подобные строительные компании выигрывают тендеры и почему считают возможным отрабатывать государственные деньги спустя рукава, непонятно. Между тем, жильцы многоэтажек не теряют надежды, что руководство города накажет халтурщиков и их двор все-таки попадет в число образцовых.